Дамы и господа, искатели истинные знания, добро пожаловать на уникальное мероприятие, которое отправит вас в увлекательное путешествие за пределы нашего мира. Сегодня у нас есть для вас особое угощение, встреча с известным астронавтом Андромеды и контактером Алексом Коллером. Приготовьтесь к быстрой сессии вопросов и ответов, которая погрузит вас в глубины космической мудрости и раскроет тайны Вселенной. Как всегда, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им со своими друзьями и семьей. Таким образом, его увидят больше искателей истины. Так что без лишних слов, вот сегодняшние вопросы и ответы на них. Привет, Алекс. Ты часто упоминал о том, как искажается история в нашей системе образования, а также о нашей общей информации о ней. Например, я слушаю лекцию «Великие дела», посвященную федералистским документам. Это тоже вводит в заблуждение. Я был бы очень признателен, если бы, возможно, существовали какие-либо ресурсы, которым вы доверяете, и рекомендуете предоставлять правдивую и точную информацию. Ой, извините, есть ли какие-либо ресурсы, которым вы доверяете и рекомендуете предоставлять правдивую и точную информацию об истории на любом уровне? Всегда большое спасибо. Ну что же, я все еще собираю этого едино. Это отличный вопрос. Уильям, Стефани, спасибо вам. Это действительно хороший вопрос. Я не знаком с произведением, которое ты слушаешь. В группе есть люди, с которыми я делюсь информацией. По-видимому, есть серия из десяти или восьми частей под названием «Европа», которая была опубликована только вчера. Я ее еще не видел. Но те люди в этой группе, которых я очень уважаю, говорят, что это замечательно. Это очень, очень тревожно. Потому что, судя по тому, что они видят, это очень точная история. Я дам тебе знать, но я просто предупреждаю тебя заранее. Я собираюсь заняться этим вопросом, и он называется Европа. Но есть и другие элементы и источники. И что я могу сделать, так это составить список того, что я считаю точными источниками истории и информации, насколько мне известно. Могу подтвердить. Я перешлю этот список Джеймсу и поработаю с ним, чтобы выяснить, сможем ли мы разместить его на веб-сайте. А затем, как только он появится, я поделюсь этой информацией с вами на конкретном вебинаре или в форме вопросов и ответов, что бы мы ни делали на этом конкретном вебинаре. Очень-очень скоро мы не получим ничего, кроме точной истории и достоверной информации. Очень-очень скоро наступит момент, когда заговорщики, глубинное государство, регрессивная инопланетная группировка просто больше не будут иметь здесь никакой власти. Вот тогда-то мы и получим подлинную правду и информацию. Потому что люди в белых шляпах, проявляющие доброжелательность, то есть 80% человечества, хотят знать правду. Они хотят подняться на более высокий уровень. Потому что наша истинная природа заключается в том, чтобы эволюционировать на более высокую частоту. Ты же знаешь, что именно такими мы являемся по своей природе как души. Потому что на каком-то уровне мы помним о более высоких частотах. Мы помним, как испытывали радость, любовь, всеобъемлющее сострадание, которое мы все разделяем друг с другом. Потому что на каком-то уровне мы являемся друг другом. Это приближается. Мы очень-очень близки к этому. И все просто перевернется с ног на голову. Все просто перевернется, и ты это поймешь. Вы все почувствуете изменение частоты энергии. И мы очень близки к этому. Сейчас мы очень-очень близки к этому. Так что просто держись. Продолжай идти вперед, продолжай делать то, что ты делаешь. Продолжай двигаться вперед и постарайся не падать духом. Я знаю, что это тяжело, особенно если ты слушаешь новости. Не слушай новости. Это вредно для тебя. Это просто вредно для тебя. Ты знаешь, его намерение и замысел на частотном уровне состоит в том, чтобы схватить тебя и швырнуть на пол. Ты же знаешь, потому что они придурки. Они просто придурки. Так вот, они делают это намеренно. Они делают это ради денег, ради власти. И еще потому, что все они скомпрометированы. Потому что, знаешь, даже если бы они захотели выйти из этого, большинство из них не смогли бы этого сделать, потому что они настолько скомпрометированы. Они совершали ужасные поступки. Так что им приходится делать то, что они делают. Вот так. И я могу испытывать к ним хоть каплю сострадания. Но дело в том, что они позволили скомпрометировать себя, и на этом все заканчивается. На этом мое сострадание заканчивается, потому что они приняли такое решение. Они сделали выбор в пользу причинения вреда другим, чтобы обрести свою дурную славу, свое богатство. Вот на этом для меня все и заканчивается. Я защищаю Священную Землю. Это моя Земля. Я всегда был так заинтригован этим названием. Как ты на это вдохновился? Остерегайся делать личные предположения. Что такое Священная Земля и как мы должны ее защищать. Я полагаю, что это название сегодня так же актуально, как и тогда, когда оно было выдвинуто, если не больше. Я очень благодарен тебе за все, что ты делаешь. Спасибо, ребята. Большое тебе спасибо за это. На самом деле название пришло от Моррен Эй. Это был он. Мне приснился сон, и во сне я увидел обложку книги. Это был орел, сидящий на ветке дерева. А за ним виднелось северное сияние, звезды и какие-то горы. И я увидел. Я увидел это задолго до того, как нашел настоящую фотографию. И когда я поделился этим с Морреной во время общения, он просто посмотрел на меня и широко улыбнулся. И он сказал, да, мы все здесь для того, чтобы защищать Священную Землю. Вот оно. Вот оно. Значит, это был он. Это был он. Так что да, это имеет отношение к делу, потому что именно этим мы и занимаемся. Это именно то, что мы делаем. Земля, как душа, как живое существо, имеет гораздо большее значение, чем кто-либо из нас может себе представить. И мы все вместе будем учиться этому. И мы все вместе будем учиться этому. И мы знаем. И мы все вместе с ним. И мы все вместе с ним знаем. У нее поразительный интеллект. Ты знаешь, просто взгляни на экосистему, насколько она сложна и развита. Это ключ к пониманию уровня ее сознания. Ты же знаешь, что она умеет играть. Так что я уверен, что когда-нибудь в ближайшем будущем мы все это поймем. Отличный вопрос. Привет, Алекс. В плане элиты по сокращению численности населения, какие факторы определяют, кто выживет? Может ли это быть родословное, определенное ДНК или те, кем легко манипулировать, чтобы они стали рабами? Вау, это отличный вопрос, Нэнси. Не будучи частью глубинного государства, я не уверен, что у меня есть такой ответ, потому что я не был бы частью глубинного государства. Все, что они делают, вызывает у меня отвращение. Я просто думаю, что то, что они делают, и почему они это делают, и причины, по которым они это делают, просто бессовестны. Ты знаешь, я просто не знаю. Я не знаю, кого они выбрали, кроме некоторых вещей, которые были размещены по всему интернету, которые большая фракция, часть китайского народа, должна была быть пощажена. Потому что они никогда не выставали против своего правительства, так что ими легко управлять. Для меня это одновременно и поучительно, и печально. Это потому, что они никогда не будут свободны. И, возможно, как культура, они не хотят быть свободными. Ты знаешь, я просто не знаю этого. Лично я никогда не встречал человека, который, имея возможность стать свободным работорговцем, выбрал бы рабство. Я просто никогда не встречал никого подобного. Так что я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я сам не знаю. Может быть, когда-нибудь мы это выясним. Знаешь, может быть, история напишет, каковы были их истинные намерения, и так далее, и тому подобное. Знаешь, я также слышал, что целью было не убивать всех подряд, а просто поработить, а затем переселить нас на другие планеты. Чтобы поработить или вы знаете оккупировать, мигрировать и захватывать другие солнечные системы, чтобы расширить темные планы. Я тоже не куплюсь на эту чушь. Я действительно не верю. Потому что, знаешь, есть доброжелательные цивилизации, которые просто не позволят этому дерьму продолжаться. Они не позволят этой тьме заразить их звездные системы. Этого не произойдет. Этого просто не может быть. Так это тоже чушь собачья. По-моему, так оно и есть. Ты прекрасно понимаешь, что мы настроены доброжелательно, и просто не собираемся вмешиваться. Ну что же, когда это касается их, они вмешиваются. Они вовлекаются в это дело. Когда это затрагивает будущее каждого, они вовлекаются в это дело. Когда они видят, как расу порабощают, а затем подвергают геноциду, и у самой расы нет возможности справиться с этим. С этим темным вмешательством, которое произошло без их согласия, они вовлекаются. В противном случае не было бы смысла заключать союз, верно? У всех этих советов не было бы причин просто сидеть, потягивая чай, и говорить, ну да, ты же знаешь, что они облажались. Мы ничего не можем с этим поделать. Но ты же знаешь, что они идут в нашу сторону. Теперь ты знаешь, что они колонизируют некоторые луны и некоторые из наших систем, но мы просто будем продолжать игнорировать это и пить чай. Нет, это не то, что происходит. Этого просто не может быть. Это не так работает. В противном случае, какой смысл иметь двойственность, если ты просто сдашься и позволишь одной двойственности взять вверх? Ребята, это просто не так работает. Все в порядке. У нас есть источник информации, который мы можем получить от Матери Земли. Есть левопланетарный разум, с которым они связаны, когда живут на своих кораблях. В 50 веке и за его пределами, души все еще связаны с планетарным разумом, как это происходит в земных культурах с Матерью Землей Геей. Это потрясающе. Вау. Мишель Бум, сегодня ты получила четыре звезды. И ответ на этот вопрос – да. На их материнских кораблях, парковые зоны являются частью поверхности их планеты. Они буквально берут часть своей планеты и размещают ее в этих парковых зонах. Это их планета и их культура, их рассветы, звезды, растительный мир – все это представляет и является частью их родных миров. Так что ответ на этот вопрос – да. А у него такой же уровень сознания? Я не знаю, но у самих людей уже есть такое сознание. Они носят свой дом с собой, где бы они ни находились. Они несут в себе сознание своей расы, где бы они ни находились. Так что даже если они находятся на другом конце галактики или в другой галактике, они всегда осознанно связаны с домом, с источником. Да, я точно знаю, что это факт. И я думаю, что то же самое относится и к другим звездным нациям. Несмотря на то, что наши исследователи мигрируют, они никогда не забывают о своем доме. Да. Плеядеанцы тоже очень похожи на нас. Потеря одной из их планет во время Гражданской войны оказала глубокое влияние на всех там живущих. Глубокое влияние. И они очень, очень связаны со своими родными мирами, с тем, что это представляет, что это значит, с энергией, с частотой этого, потому что они потеряли одну из них. И это оказало на них глубокое влияние. Дорогой Алекс, когда моя душа пробуждается, кажется, что моя семья и друзья прочно укоренились в Матрице. Я чувствую такую глубокую утрату и горе от этого мира, каким я знал его всего несколько лет назад. В январе прошлого года мне приснился яркий сон у человека на космическом корабле, который сказал, что не может дождаться, когда увидит меня снова. Жизнь сейчас такова, что я нахожусь на природе и медитирую с любовью. Существуют ли процессы, которые позволяют нам узнать, какую роль мы играем здесь, в трехмерном пространстве, и которые заставили бы нас остаться здесь, а не подниматься в Пятое измерение? Ты же знаешь, что я не могу ответить за тебя на этот вопрос. Это дело индивидуальное, хотя я полностью разделяю все, что ты высказал, твою печаль и твое разочарование. Я понимаю это. Я полностью понимаю это. Но все, что ты можешь сделать, это подержать фонарь. Это все, что ты можешь сделать. В наши обязанности не входит никого спасать. Наша задача поддерживать свет. И если кто-то спросит тебя об этом, ты поделишься своими знаниями. Но ты никого не можешь заставить что-либо делать. Так что просто благослови их, благослови их там, где они находятся, благослови их на том пути, который они проходят. Ты знаешь, благослови их на преодоление трудностей, благослови их на процесс пробуждения, который, надеюсь, они начнут испытывать. Просто благослови их, благослови их и люби их. А для тех, кто находится на расстоянии, люби их на расстоянии. Всегда смотри на их высшее благо. Всегда смотри на них в более высоком свете. И это все, что ты можешь сделать. И ты знаешь, что это очень много. Вот это и есть настоящая энергия. Это космическая энергия. Это энергия из источника. Когда ты держишь это в своих руках, когда ты видишь их в самом высоком свете. Ты знаешь, это все, что ты можешь сделать. И это хорошая работа. Просто делать это – хорошая работа. Все в порядке. Так что сними с себя часть бремени, которая на тебе лежит. Это не твое дело. С ними все будет в порядке. Они найдут дорогу домой. Привет, Алекс. Недавно я просмотрел видео в Телеграм, где кто-то демонстрирует, что высокая частота делают с боковой частью автомобиля. Она дрожит, как желе. Это наводит меня на мысль, что наши дома и имущество, возможно, не смогут существовать в высокочастотной среде, что кажется немного пугающим. Как ты представляешь себе наше физическое окружение, когда мы достигнем рыбы, рыбьего измерения, пятого измерения? Тебе не понадобится твоя квартира. Хорошо? Твой телевизор с плоским экраном с тобой не поедет. Он тебе не понадобится. Тебе не понадобится твоя одежда. Тебе не понадобятся твои норки. Тебе не понадобится твоя машина. Тебе ничего из этого не понадобится. Четвертая плотность сильно отличается от третьей плотности. Пятая плотность кардинально отличается от четвертой плотности. Разве не следует сосредоточиться на достижении четвертой плотности? На создание новой жизни, на том, чтобы стать более экспансивным, осознающим себя духовным существом? Если ты беспокоишься о своей машине и других вещах, тогда, на мой взгляд, ты все еще в тупике, и ты все еще в тупике. Ты все еще застрял в этой матрице. И я не пытаюсь тебя обидеть. Это не так. Дело в том, что тебе все это не нужно. Тебе это не нужно. Только не в четвертом классе. Знаешь, и было бы здорово, если бы у нас было больше контактеров, которые испытали четвертый класс и провели там значительное количество времени. Это было бы потрясающе. У меня такого не было. Я могу говорить только о смерти. Но разница между третьим и четвертым очень существенна. Ты становишься свободнее, ты становишься более раскрепощенным. Твоя интуиция просто зашкаливает. Твоя физическая форма стала лучше. Ты будешь здоровее. Благодаря частотам ты проживешь дольше. Но твоя ответственность за то, что ты создаешь, также больше, потому что проявление того, чего ты желаешь в намерении, происходит намного быстрее, чем здесь, в третьей плотности. Ну вот, и что с этим связано, так это еще большая ответственность. Хорошо? Твой горячий мустанг не справится с этим. Твой горячий мустанг не справится с этим. Со всей этой ложью и секретами, с которыми мы живем, мы даже не знаем, на чем стоим. А буквы А когда-нибудь показывали тебе или объясняли, что на самом деле представляет собой наша Земля? Тебе удалось увидеть ее с корабля? Спасибо тебе за всю информацию. Да, много раз. Я имею в виду, что мы не всегда улетали далеко в космос. Очень часто мы просто сидели в атмосфере или за ее пределами, за пределами ионосферы и просто болтались без дела. Это не обиденная тарелка. Мне насрать на то, что тебе говорят. Мне все равно, что это за психопатия. Земля это не тарелка для ужина. Единственные два места, где она полуплоская, это на самом верху, где находится полярное отверстие на Северном полюсе. И то же самое на Южном полюсе в Антарктиде, где отверстие находится именно там. Вот здесь ты видишь выравнивание. Все остальное круглое, округлое. На этом история заканчивается и точка. Именно поэтому я даже не обращаюсь к этой чепухе. Так оно и есть, это чепуха. Ноэй, что бы ни двигало твоей лодкой. Земля это живое существо. И да, внутри у нее есть пустота. И да, на ней много интересных гигантских пещер и рек. В недрах земли больше пресной воды, чем на поверхности земли. Удивительно, какая она на самом деле. И это настоящий дар жить на ней. Для меня большая честь быть здесь с такой, какая она есть. И все это станет очень, очень ясно для всех, когда мы узнаем историю, когда это будет обнародовано. Но, во-первых, нам нужно разобраться с некоторыми вещами заранее. И это раковая опухоль, которая поражает нашу человеческую цивилизацию. И это действительно рак. Это грибок, в этом нет никаких сомнений. В какой степени то, что мы называем кармой, является своего рода технологией, возможно, четвертого измерения, которая была навязана нам? Я также слышал, что это система обманчивых контрактов, с которыми нас обманом заставили согласиться. Или же мы существуем в рамках более широкой системы подотчетности и баланса? Есть ли какая-нибудь ясность, которую ты мог бы прояснить? Ну что же, я понимаю, что то, что я собираюсь сказать, противоречит тысячелетней информации о духовных гуру. Несет ли человек ответственность за свои действия, особенно когда речь идет о причинении вреда другим? Ответ на этот вопрос – да. Но что такое реальность? Реальность – это то, что ты о ней думаешь. Это то, что ты думаешь. Твоя жизнь – это то, что ты думаешь. То, что ты создаешь, является результатом твоих мыслей. А теперь, возвращаясь к тому, что я сказал ранее, я хочу сказать, что бывают ситуации, когда возникает вмешательство, когда другие люди будут стремиться причинить тебе вред. Это метафизическая слепота заключается в том, что, чтобы с тобой не случилось, ты взываешь к себе. Это ложь. Это откровенная гребанная ложь. И мне жаль, что я использую это французское слово, хотя на самом деле оно не французское. На самом деле оно английское. Это укрепление согласия короля. Вот откуда оно взялось. Это ложь. Ты думаешь, что эти духовные существа, эти дети, которые приходят сюда, сами выбрали это? Нет, они пришли, чтобы просветить человечество. А не для того, чтобы стать обедом. Черт возьми, нет. Нет. Здесь есть зло, которое нужно искоренить. И до тех пор, пока мы будем отступать, до тех пор, пока мы будем сдаваться, это не прекратится. Боже, я отвержу это уже много лет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok